Привет, ребята! Это MattCore и ControlPaint.com. И сегодня мы поговорим о замощающих текстурах. Один из отличных примеров использования замощающей текстуры это создание текстурной кисти. Можно взять, скажем, простую жесткую круглую кисть вот типа этой. Затем зайти в параметр текстура и сделать кисть куда интереснее, как будто вы рисуете поверх текстурированной поверхности. Но эта техника работы в фотошопе сработает только в том случае, если источник изображения, с которого вы берете текстуру, можно замощать во всех направлениях без ограничений. Вот, например, это изображение источника не особо подходит для замощения. Далее процесс работы будет довольно объемный и непростой, и поэтому я хочу сразу предупредить, что вам не обязательно нажимать на все те же кнопки, что нажимаю и я. Создание замощающей текстуры очень хорошо описано в интернете. Я же просто хочу рассказать вам об основных концептах. Помните такую игру, которая называлась Pac-Man? В ней можно было перейти за один край экрана и появиться с другого экрана. Вот мы с вами добиваемся того же эффекта. И на вертикальной, и на горизонтальной оси фотографии нам нужно сместить пиксели в одном направлении и добавить те же пиксели с другого. То, что осталось, это сцена. И нам нужно избавиться от нее, чтобы у нас появилась бесконечная замощающая текстура. В нашем примере моя цель вот этот участок скалы. Смотрите. Я нашел эту фотографию на сайте CGTextures.com. Это отличный бесплатный ресурс для поиска различных текстурных фотографий. И я начну с того, что скопирую квадратный участок изображения. Вот я помещу этот фрагмент внутрь документа будущей текстуры. Его форма это квадрат 512 на 512 пикселей. Но вы можете выбрать любой подходящий вам размер. И, как вы видите, эта текстура не будет замещаться во всех направлениях. Прежде всего, важно обрезать изображение в обоих направлениях. И для этого достаточно выбрать инструмент обрезка. Затем мы с вами нажмем Enter, чтобы обрезать это изображение. И именно так вы убедитесь, что ни один пиксель не вылазит за границу изображения. Чтобы увидеть, является ли текстура замещающая, используйте фильтр Offset, смещение, который находится в категории Filter, Other, Offset, фильтр Другие смещения. И вы можете перемещать ползунки по горизонтальной или вертикальной оси. Или же вы можете использовать цифровой ввод. Я хочу сместить изображение вверх и вбок на 100 пикселей. После чего я выберу ОК. Различить границы скалы довольно трудно, но можно. То есть изображение еще не подходит для замещения. Вот посмотрите на эту линию. Вот в этой границе и заключается наша проблема. И то же самое с вертикальной линией вот тут. И все это потому, что когда я смещал изображение, сдвинул пиксели вниз и сместив часть появилась сверху на холсте. Поэтому давайте избавляться от швов. К счастью, Photoshop отлично подходит для этой операции. В нем есть несколько инструментов, которые были созданы для удаления эффекта красных глаз и так далее. И поэтому операция мне предстоит несложная. Я немного увеличу масштаб сейчас. И вот вы видите прямую линию шва. На новом слой я использую кисть Spot Healing, точечная восстанавливающая кисть. Убедитесь, что вы выбрали новый слой. И вот я тяну кисть вниз по всему шву. И как вы видите, Photoshop волшебным образом сам удалил этот шов. То же самое я делаю с линией на горизонтали. Если вы работаете игровым художником и ваша работа включает в себя создание текстур, вы, наверное, сейчас воюете у экрана и рвете на себе волосы, потому что мой метод нельзя назвать особо техничным и эффективным. Но вы знаете, у нас немного другая цель. Нам нужно просто создать текстурированную кисть. И для нас сейчас этот метод вполне подойдет. Текстура не обязательно должна быть суперидеальной. Давайте мы теперь проверим, избавился ли я от швов. Мне нужно снова использовать фильтр смещения. Я объединяю слои вместе и затем запускаю фильтр. И если вам не хочется работать с ползунками, вы можете просто выбрать изображение, перетащить его и затем обновить это изображение. Что же я вижу? Я вижу, что на фото все еще видна вертикальная планка, и это вообще не есть хорошо. Поэтому я попробую несколько других техник и выберу инструмент лассо. Я выберу кусок скалы, создам его копию, вставлю его поверх. Ну вот получится вот у меня такая заплатка. Теперь я немного поверну копию и изменю ее. И снова что мы имеем? Художники-ландшафтники наверняка сейчас глотают валидол, потому что эта техника довольно неуклюжа. Но для наших задач она вполне подходит. И затем я использую маску или ластик, чтобы смешать края друг с другом. Основная цель того, что я делаю, удалить все отчетливые грани и края. Нужно особо обращать внимание на большие вертикальные или горизонтальные полосы. Давайте теперь вернемся в начало этого видео. Вот наша простая круглая жесткая кисть. Мы добавляем текстуру и в списке узоров я выберу ту текстуру, которую только что создал. Смотрите, теперь все выглядит так, как будто я рисую поверх скалистой текстуры. И эта кисть отлично подойдет для рисования скал. Вообще, пользовательские кисти это отличный пример использования замощения. Но по факту это лишь верхушка айсберга. И если вы освоите навык работы с фильтром смещения и научитесь удалять швы на текстурах, то вскоре вы обнаружите, что пользуетесь этой техникой постоянно. И если у кого-то из вас куда больше опыта в создании текстур заместителей, например, вы художник, работающий с природными текстурами, расскажите нам об этом, о своем опыте и в комментариях. Очень бы хотелось услышать о техниках, которые вы используете для того, чтобы текстуры были чище и качественнее. Спасибо за ваше внимание. Спасибо за внимание.